Муж ненавидит моих родителей. Как быть? К сожалению, это явление становится более и более часто, более распространённым. Причина, конечно, очевидная, что из нашего, так сказать, мира уходит это чувство любви к человеку вообще и, в частности, к тем людям, которые становятся наиболее, кажется, нам близкими. Когда говорит, что делать, что ненавидит моих родителей, скажу так, что очень часто здесь можем наблюдать полную взаимность. Одна знакомая, у неё, значит, сын, говорит, я не могу, я только как подумаю, что он, на ком-нибудь женится, я ненавижу уже! Вы слышите? Ненавижу уже! Ещё не знает, на ком он женится, кто! Это же какой-то кошмар! И сколько мы слышим таких вещей! Уж, Господи, сколько анекдотов о тёщах, уже говорить нечего! Я свекровью – то же самое! Да, взаимность, как правило, полная. Только я спрашиваю потому, потому что это моих родителей, и как он смеет моих родителей ненавидеть? Или там, или она? Только и всего! А о том, что это взаимность? Не вижу! Итак, первое, что нужно бы осознать всё-таки это – это. И посмотреть объективно, если мы способны ещё к этому. И второе, ну, какой? Тут можно дать только практический совет. Я уж не говорю о христианстве, конечно. Если бы это были христиане, если бы они начали следовать заповедям, изначально заповедям, да, почитай отца твою, мать твою и прочее, всё, тут уже было бы очевидно. Поэтому, но об этом я просто даже сейчас не хочу и говорить. Само собой разумеет, уж если люби врагов твоих, то уж тем более родителей-то твоего мужа или твоей жены уж надо любить. Ну, неужели непонятно? Я уже хочу сказать уже о другом, поэтому. Ну, дать практический просто совет. Как можно реже постарайтесь видеться, живите отдельно, живите отдельно и как можно реже, иногда и по-хорошему, просто как старые знакомые, друзья, видитесь и всё. Вот так. Не всегда это бывает возможно, конечно, но я говорю, но очень часто именно ситуация всё-таки разряжается, вот этот дух неприязня, когда реже соприкасается. Потому что как только начинаем соприкасаться, начинаем заливать друг друга. И пошло, и из искры возгорится пламень. Вот так. Так что, я думаю, можно только это посоветовать, а что-то другое трудно сказать, потому что надо что? Видеть, кто такой родитель, кто такое мы. Мы же не видим друг друга. А уравнение с множеством неизвестных, как говорят, не решается. Даже с двумя. А тут множество. КОНЕЦ СМЕЦ Продолжение следует...